Она родилась в разгар самой загадочной и притягательной эпохи в истории отечественной культуры. На пике творческого развития, интеллектуального подъема и открытий Серебряного века, 23 мая 1910 года, в семье известного петербургского музыканта Степана Митусова, друга и сподвижника, талантливейшего художника 20-го столетия Николая Рериха, двоюродного брата его жены Елены Ивановны Рерих. В детстве сестры Митусовой успели застать подлинную атмосферу расцвета изящных искусств. В отблесках творческой жизни отца – парадный Петербург, средоточие передовых художников, прогрессивных музыкантов и видных людей эпохи. Их устремления, культ творчества и непрерывного поиска новых источников и смыслов в искусстве стали питательной средой формирования жизненных взглядов и творческих интересов Зюмы, как всю жизнь в семье звали Людмилу. Жизнь и окружение семьи Зюмы стали необратимо менять тревожные сполохи новых зорь русской революции. Оставив незыблемыми свои эстетические принципы, отец посвятил себя организации музыкального просвещения широких масс и сохранению русской культуры в условиях новой действительности. Николай Константинович Рерих, не по своей воле оказавшийся за границей, отправился с семьей в длительное путешествие по миру, оставив картины, архивы и документы своим ближайшим родственникам. И Митусовы на долгие годы стали хранителями этого собрания. Генетически заложенный творческий потенциал Людмилы Митусовой начал раскрываться в процессе учебы. Сильный преподавательский состав бывшего реального училища обеспечил достойное образование в 102-й единой трудовой школе на Греческом проспекте. Параллельно она занималась с техниками музыкального просвещения на бассейной улице. Ее блистательную игру на школьных театральных подмостках отметил знаменитый актер Юрьев, оценив свою подопечную как прирожденную актрису. Но после успешных экзаменов преградой к выступлению в театральный институт стало дворянское происхождение. Повторяя попытки получить высшее художественное образование, Людмила работала чертежницей на ТЭЦ и лаборантом в дизельном институте. В этот же период она начала собирать сведения о творческом наследии Николая Константиновича Рериха. Благодаря Елене Ивановне Рерих отец познакомил Людмилу с Зинаидой Григорьевной Лихтман в замужестве Фоздик, будущим директором музея Рериха в Нью-Йорке. А в дальнейшем сделал Людмилу ключевой фигурой в переписке с внешним миром и выполнение поручений семьи Рерихов. Наконец, после нескольких лет подготовительных классов Академии художеств, она поступила на архитектурный факультет, откуда при отличной успеваемости через два года была отчислена как классово чуждый элемент. Тем не менее, в дальнейшем она использовала полученные знания. И здесь, в Академии, нашла свою любовь. Талантливого сокурсника Ростислава Тронина, ставшего учеником Ивана Билибина, в доме которого супруги жили некоторое время, пока их не разлучила война. Смерть, лишение, голод. Страшные годы блокады Ленинграда унесли жизни отца, матери, сестры, златы. Потеряв на фронте мужа, похоронив близких, Людмила Степановна Митусова самоотверженно защищала город и трудилась во имя победы. Война окончательно превратила в осколки прежний волшебный мир. И только мемориальные предметы, рукописи, картины, старинные книги, художественные ценности Рерихов оставались в семье Степана Митусова, ожидая возвращения художника в Россию. Пройдя это тяжелое испытание, Людмила Митусова сохранила прежними светлые жизненные идеалы и приняла эстафету хранителя Рериховского наследия. После войны с уходом Николая Константиновича прервались привычные связи, но дом сестер Митусовых оставался одним из центров духовной жизни Ленинграда. Людмила наряду с преподаванием черчения в учебных заведениях возобновила активную творческую деятельность в качестве солистки академического хора профессора Никлусова и церковного хора князь Владимирского собора. Для сохранности художественных произведений сестры Митусова передали в Русский музей 75 работ из семейной коллекции. В дальнейшем Людмила и Татьяна передавали художественные произведения, рукописи и мемориальные предметы в Российскую национальную библиотеку, в музей усадьбы Рериха в Изваре и в Алтайский краеведческий музей. С Людмилой Степановной переписывались троюродные братья Святослав, Юрий, зарубежные сотрудники и все видные исследователи творчества Николая Константиновича Рериха. Именно в это время высокая миссия сохранения завета в семье Рерихов сделала очевидной идею создания музея в родном городе Рерихов. После возвращения на родину Юрия Николаевича Рериха грядущее открытие приобрело реальное очертание. Будет по-нашему. А что значит будет по-нашему? Будет музей именно в Петербурге, там где они всей семьей провели последнее время до отъезда за границу. В 1957 году Юрий Николаевич Рерих добился согласия Министерства культуры СССР на создание музея Николая Рериха, помещения в служебной квартире бывшего императорского общества поощрения художеств. Однако внезапная смерть Юрия Николаевича надолго задержала осуществление этой идеи. Начиная с 70-х годов Святослав Рерих неоднократно приезжает в Советский Союз с выставками, дарит художественные произведения Министерству культуры, участвует в юбилейных мероприятиях, связанных с именем Николая Рериха и совместно с Людмилой Митусовой продолжает работу по организации задуманного с ней музея. Его обращение к деятелям культуры и властям страны позволили Митусовым получить новую квартиру и обеспечить сохранность коллекции. Организация музея завершилась уже после смерти Святослава Николаевича. Благодаря настойчивости Людмилы Степановны Митусовой, которая жила надеждой передать все, чем владела ее семья, музею, посвященному всем Рерихам, художнику, философу, писателю и исследователю Николаю Рериху, его жене, философу и писательнице Елене Рерих, сыновьям, востоковеду Юрию Николаевичу и художнику Святославу Николаевичу. И эта идея объединения многогранного творческого наследия большой семьи в конце XX века привлекла и вдохновила круг молодых почитателей Рериха, которые помогали Людмиле Степановне в труднейшем деле преобразования семейных реликвий в музейный фонд России, родового гнезда в учреждения культуры и воплощения мечты всей жизни в форме музея-института семьи Рерихов. Таким образом произошло долгожданное возвращение художника на родину в Санкт-Петербург и Людмила Митусова завершила свою высокую миссию, исполнив заветы отца и семьи Рерихов.